Музыка 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 Че ебать сил нет что ли Давай крути Давай Слабак геркулесовую кашу Надо было пахать Давай Охуенные пачки да Я тоже так считаю что пачки охуенные И с вами до воды И сейчас мы находимся в магазине Ратана Астана который находится По адресу 187 улица дом 14 Дрог 3 Вся подробная информация об этом магазине в Астане У меня будет в описании Так вот давайте вернемся к тому На что мы будем сегодня снимать обзор И что мы будем сегодня пробовать Это такой новый продукт Под названием Real Blend Вот такие вот веселые пачечки И давайте собственно вначале Маленькая краткая информация А потом уже пойдем собственно По ступенечкам Так вот принт прикольный Внутри бестабачная смесь С никотином С жидким никотином да Она бестабачная И я не мог найти никакой информации Что же в этом табаке В этой табачной смеси используется И я такой подумал Скорее всего это блять стекловат Да Так вот Собственно вот такие вот пачечки И давайте теперь собственно Пойдем уже по более такому Глубокому пути да Real Blend Бестабачная смесь С добавлением Жидкого никотина На данный момент Фасуется по 50 грамм И цена за вот такой пакетик 150 рублей Конечно же акцизом не облагается Поэтому и можно с ценой хорошенечко Поиграть да Официальный дистрибьютор На территории РФ и СНГ Компания Мэг Холдинг Которую мы все хорошо знаем Так вот У меня есть три вкуса Эти это Кэнди Лемон Это Миссис Грейпи И Турбо Банана Да Так вот Давайте собственно теперь это разбирать Я порыл в интернете Зашел на официальную страницу Рил Бленда Зашел в Инстаграм Зашел в ВКонтакт Но нигде собственно не смог понять Что за сырье они используют Которое я чуть попозже Покажу да И у меня есть вот такой вот фанел Собственно по рекомендации Данный табак нужно курить на фанеле Мы вчера уже прокурили Турбо Банану И я про это расскажу И сегодня мы попробуем покурить Миссис Грейпи И соответственно Кэнди Лемон Что бы я хотел вначале сказать Непонятно что это такое Пакет максимально дешевый То есть дешевка Да С обычной наклеечкой которую можно оторвать Но дизайнеру огромный респект за то что Продумал такие прикольные арты Да это очень круто Так вот Давайте собственно сейчас откроем Забьем это в чашечку И посмотрим что же это такое Первое впечатление когда я его открыл И начал забивать Мне охота было сразу пойти помыть руки Потому что это какая-то невыносимая Жижа и субстанция Которая вызывает у меня маленькое отвращение Такое ощущение как будто я Трогаю какие-то волосы То есть мелко нарезанные волосы Вымоченные в каком-то сахарном сиропе Да это было мое первое впечатление Не нужно быть супер профессионалом Если мы это все понюхаем То есть да Я сейчас миссис грейпи нюхаю в первый раз Виноград в принципе пахнет нихуево Но как мы знаем что почти все банановые ароматизаторы Которые используются в любом табачном продукте Да Они сука отдают ацетоном Здесь знаете весь намек на то что отдают ацетоном Когда я нюхаю банан Я нюхаю просто ацетон Без какого-либо намека на банан Мы его вчера покурили Если честно я готов был блевануть от этого вкуса Прям реально как будто я полоскаю рот Блять растворителем И я просто сказал что банан это самый отстойный вкус Из трех вкусов которые у меня есть Я заведомо это знал Хотя я не пробовал еще эти два вкуса Но банан это был просто полнейший пиздец Так давайте собственно забьем виноград Тоже если принюхаться Химота полнейшая Как будто я нахожусь на каком-то химзаводе И мне сказали нюхай стекловату Так давайте собственно смотреть Что у нас по сырью Здесь 50 грамм Но эти 50 грамм жестко раскиданы по всему пакету И я даже сейчас вот так вот перемешаю Короче я сейчас забью полностью по инструкции Как рекомендует собственно Real Blend курить его продукт Мы кстати вчера тоже курили на фанеле Так вот смотрите Помните ребят все соикс Да авзаловский соикс То есть соикс Не авзаловский Просто соикс Бестабачная смесь родом из Индии И она тоже была походу Из похожего Из похожей субстанции Это реально какие-то волосы Это реально какая-то стекловата Конечно по обертке судить не стоит Но я посужу Выглядит это отстойно Ну я думаю если Блять я даже не знаю как это назвать Вот реально вот именно к нему Мне не охота прикасаться вообще Вот хорошо что я работаю с шилом Потому что крил бленду руками Просто знаете когда вот вы Касаетесь чего-то неприятного Вот такое же ощущение с рил блендом Сейчас покурим Может быть миссис грейпи будет очень круто куриться Да то есть все идем по Вот смотрите ребят зацените вот это Вот волоснюет Стекловато Так вот сейчас мы это все забьем рыхленько С отступом Прогреем 2-3 минутки на фанеле Как нам говорит Соответственно производитель Да И попробуем все это взорвать Сразу после того как мы взорвем миссис грейпи Мы его обсудим Поговорим об этом вкусе И соответственно забьем уже кэнди лемон И посмотрим что нам принес лимончик Пахнет миссис грейпи Пахнет прикольно Знаете похоже на орбит виноградный Черным виноградом типа а-ля Изабелла Вот здесь что-то примерно такое же Так поставим все на нашу механику И попробуем сейчас все это раскурить Есть угли? 3 минуты Все 3 минуты и я сейчас вернусь не переключаюсь Пока не принес Сейчас прикурюсь Подожди это для меня что-то новое блять Бля вы серьезно? Все же по инструкции сделал что не так Слезы потекли Ха секунду А так уж и быть пока месяца Пруссия Это что мой первый кальян А причем ну как бы такое еще не курил да? Для меня что новенькое Не обузданное Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Ощущения реально какие-то двоякие, непонятные. Миссис Грейпи, бля, прости, но ты меня разочаровала тоже. По крайней мере, ацетоном, как турбо-банана, не отдаёт, да, и растворителям тоже. Но отдаёт жиром. Реально, есть такой жировой оттенок где-то в конце, и только лишь потом у тебя, собственно, проявляется вкус вот именно чёрного винограда. И это прикольно. Ну, имеется в виду вкус чёрного винограда, прикольно, но жалко, что он на конце. Вот если было бы всё, весь момент затяга, да, то есть было бы круто. Накотинчик немного давит на горло, и это прям очень чувствуется. Не знаю, может, многим не будет чувствоваться, да, как бы, но я вот лично, субъективно его чувствую. Я так долго курю, потому что я пытаюсь реально найти какую-то такую положительную нотку, про которую бы я мог сказать, да, тем самым оправдав, собственно, этот вкус. Потому что с пачки он пахнет невъебически вкусно. Ну, он прогрелся, он не перегрелся, с ним всё в порядке в плане курения. Вкус по факту очень слабый. Именно винограда больше, именно какая-то пустота, какой-то пробел, какая-то водянистость, да. Возможно, я так реагирую на это, потому что это бестабачная смесь, и мне реально сложно её курить. Это то же самое, что алкашу дать безалкогольное пиво, он, как бы, вроде будет пить, но жаловаться будет, да, как бы, ворчать. Нет. Со вкусом явная проблема. Вкуса реально нет. Хотя, производитель заверяет о том, что он очень круто раскрывается как в соло, так и в миксах, да, но что-то по камесь как-то не так. Возможно, это три самых неудачных вкуса, которые мне дали на обзор, да. Дымит окей, дым есть. Как бы, с дымом вообще проблем нет. С прогревом, как бы, тоже проблем нет. Прогрелся он реально за 2-3 минуты без колпака, на 4 угольках, на холодной колодке, да, как бы, вообще. Но проблем, ничего не скажу вообще, никаких претензий нет. Никотин прям просто разрывает горло. Не в плане того, что неприятно, он просто создает какую-то пробку в гортане, знаете, и вот все сжимается. Сжимается от того, что организм начинает защитную реакцию, он сжимает гортань, думая, что это какое-то инородное тело на этот жидкий никотин, да, но я не знаю, я просто придумал. Так что не воспринимайте всерьез, я просто решил себе это объяснить таким образом. Ладно, с виноградом проехали. Сейчас мы забьем кэнди лемон, давайте вначале его понюхаем. Принт вообще не ебический, дизайнер да красава. Дизайнер. Так, давайте, собственно, понюхаем лемон. О, лимончик пахнет пиздато. Прям кайфуха, знаете, такой свежий хороший лимон. Прям вот как будто лимон с цедрочкой. Очень вкусно. Так, сейчас мы его тоже забьем. Короче, подведу итоги в конце. Так, мы забьем сейчас. Я решил сделать все-таки это на камеру, потому что вы опять любители пиздануть, пизданете в том, что Дава курит одну и ту же чашку и выдает заразные, да. А, горячий, уж на ней что-то курили. Так, идем, ладно, идем к кэнди лемон. Это реально лимонные конфеточки и очень прикольно. Здесь тоже самое, та же самая стекловата. Все забиваем по инструкции, как нам, собственно, Real Blend рекомендует. Так, вот так, нормалеха. Мне реально интересно, что это за волокно. Ну, у меня есть, знаете, такие маленькие теории о том, что это за волокно. Первая волокно, первая теория, которая бросает в глаза, это стекловата. Вторая теория, это волосы. Третья теория, это, знаете, вот такие волосики с кукурузы, да. Именно кукурузинки, вот эти ниточки от кукурузы. Другая теория, это как будто степель табачного листа, вот так вот, знаете, полосками отдирали и, собственно, из этого получилось. И есть еще одна теория, я ее сейчас придумаю, какую-нибудь такую интересную, что это может быть похоже. Это какая-то искусственно выведенная субстанция, да. То есть, именно из каких-то кристаллов там хуйня, короче, не слушайте. Да, все. Так, давайте поставим колодочку. Прямо реально в режиме лайва. Так, в принципе, нихуя не прилипло. Как раз колодочка горячая. Так, мы сейчас все воткнем это на механику. Дадим немного прогреться. И, собственно, раскурим сам Lime Lemon. Вот, честно, ребят, не спешу. У меня вообще нет никаких претензий к Real Blend, да, там. Но здесь никакого нет хейта, да, и всего остального. Сейчас многие подумают, вы ебать, да, вы проплатили, чтобы он Real Blend засрал. Но у Real Blend реально нет конкурентов. То есть, это максимально неконкурирующий продукт. И аналогов, кроме Соекса, я еще не видел, да, подобной субстанции. Назовем ее так. Что еще? Реально, информации очень мало, то есть, не с чего исчерпать. Ну, цена очень вкусная. Это 150 рублей, но сам продукт пока не очень вкусный. Да? Так, ну, собственно, я думаю, колодка у нас была очень горячая. Я думаю, жара ему хватит. Я выдаю нашу Mrs. Grape, чтобы она выветрилась. Прямо сразу зацепилась. Еще я заметил, у меня очень много выделяется слюны. Реально, у меня, в принципе, вообще слюна мало выделяется, да, но когда я курю Real Blend, у меня ее прямо очень много. Как я и говорил, по прогреву проблем вообще нет. То есть, разогревается очень быстро. Вкус не такой яркий, как из пачки. Он реально, блядь, он реально пустоватый, в нем чего-то не хватает. И именно не хватает в ароматике. Я не говорю, что в нем не хватает привкуса табачного листа. Нет, в нем не хватает именно плотности ароматики. Прямо реализм. Слюны очень много, я заебался ее уже глотать. Не, лимон более-менее хороший. Вот, он начинает хорошо прогреваться и начинает давить по горлу все-таки. Ну, от лимонной я по запаху от лимона ожидал больше от этого Crazy Lemon, да, который Candy Lemon, там, лимончик с бензопилой, конфетку распиливает, да. Я ждал от него гораздо больше, я ждал от него более резкий такой лимонный вкус и кислинку. На самом деле я получаю просто лимонную конфету и очень-очень слабую по ароматике. Я не знаю, возможно, да, это первые партии, возможно, в дальнейшем нас ждет еще более куда интереснее продукт, да. Но давайте, собственно, подводить уже итоги, потому что я устал это курить и у меня просто полный рот слюней. Так вот, давайте по порядку. Турбо-банан чистейший ацетон. Миссис Грей пахнет с пачки, ммм, как круто, но курица вообще почти никак. Так, Candy Lemon, в принципе, то же самое. С пачки пахнет прям крутым лимоном, такой конфеткой, лемон-дропсом, да, и всем остальным, но по факту... По ароматике очень слабо. Я не знаю, что там была за фокус-группа и как они вообще, собственно, да, это прокуривали. Наверное, они были очень озадачены идеей, да, то есть они были в забвении. Но скажу так, что продукт явно еще сырой, и над ним надо очень-очень много работать. Задумка на самом деле интересная. Что касается самой субстанции, да, именно самого сырья, оно немного отвратное, реально, немного неприятное, особенно кто будет с ним работать руками, оно еще вот так вот хрустит, знаете, как кристаллики. По крепости, именно как таковой крепости нет, есть вот этот никотиновый удар, да, то есть ты ощущаешь на горле никотин, и больше ничего там нету. Даже не накуривает на самом деле, просто немного неприятно. Курил бы я такое, да, скорее всего бы нет, даже бы не заставили. Поэтому, ребят, думаю, вы сейчас, кто курил, а вы по-любому курили, потому что было очень много дегустаций, да, по разным городам. Егор Чегридов скатается с этим продуктом, тоже пробовали, наверное. Отпишите в комментарии, как вам Рил Блэнд, ну, в натуре, да, то есть выскажите свое мнение. И я, собственно, высказал свое, да, пускай там Женя, Мэкхолдинг, ребят тоже не обижаются, да, это максимально субъективно, мое мнение о продукте, я его попробовал, и, наверное, как человек сделал какой-то вывод, я имею на это право. Поэтому это Давадым, это Ратана, Астана, которая находится по адресу, улица 187, дом 14, корпус 3, дробь 3. Так что у них дохуя всего, чего вы не найдете в Астане, начиная от колянов, заканчивая танжом, да, то есть, грубо говоря, есть все. Так что забегайте сюда, и по промокоду Давадым вам сделают какой-нибудь ништячок. Так что всем пока-пока, это Рил Блэнд, мазафак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова